Когда мы посмотрели общую активность, антиоксидантную активность лата, то она оказалась 56 раз сильнее, чем сумма антиоксидантности каждого из компонентов, из которых сформировались антиоксиданты. ЭКОНО снижает смертность при инфаркте миокарда в 6-7 раз. То есть это фантастические результаты. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас вы услышите очень важную информацию от профессора Исаева. Так вот интервью относительно мощнейших антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, которые в конечном счете защищают нас от онкологии. А также о его уникальных изобретениях относительно здоровья беременных женщин. И по сути речь пойдет о здоровье всего народа. Все ссылки на доп. информацию будут под этим видео. Приятного просмотра. ЭКОНО снижает смертность при инфаркте миокарда в 6-7 раз. То есть это фантастические результаты, полученные, скажем, вот этим выдающимся ученым. Я 30 лет занимался морскими объектами, изучал морские объекты. Океан был как раз сферой моего исследования. Ну и вторые 30 лет, больше 30 лет уже, я занимаюсь, по сути, состоянием здоровья человека и питанием человека. Питание и здоровье. К этому прибавилась еще продолжительность жизни. Вот те направления. Если мы еще раз повторю, вот эти выбрали, скажем, 4 наименования, скажем, Эмирол, Каверламин, Эказим-10, Антиоксидант Латал, то они действительно очень долго разрабатывались. И вот эти исследования в Институте общей патологии и патофизиологии сердца проводились с участием выдающегося кардиолога Мейерсона Феликса Залмановича, которые позволили выявить такие результаты. Вот аритмия. Зачастую мучает аритмия. Вот как устранить? Аритмия зависит от порога электрической стабильности сердца. Низкий порог стабильности сердца, аритмия достаточно часто наступает. И видит архикардии, то есть учащенного сердцебиения. Или брадикардии, именно ослабленного, недостаточного кровообращения, скажем, пульса сердца. И вот порог электрической стабильности сердца с помощью вот этих длинноцепочных жирных кислот удалось поднять в 2-3 раза. По сути, коронавирус вообще бы не появился никогда. Вообще много интересных было исследований, наблюдений. Особенно я хотел бы назвать работу, проведенной профессором Мейерсоном в Институте общей патологии и патофизиологии. Он сделал 3 выдающихся заключения о полезности для логистико-активных добавок определенного характера. Авторитетность не подвергается профессор Мейерсона Феликса Залмановича. Это мирового класса звезда. Он сейчас в Америке уже уехал из страны. Первый, как он говорит, я порезал 1700 крыс. Все-таки убеждаю, что это достоверно. Правда, неправда. И написал, что омега-3 жирные кислоты снижают вероятность смертельных исходов при инфаркте миокарда в 6-7 раз. То есть, я, говорит, всю жизнь занимаюсь этим поиском. Я не встречал ни одного даже сильнодействующего химического препарата, способного вот настолько защищать организм. Второй вывод он сделал, это порог электрической стабильности сердца повышается в 2-3 раза на этих животных. Но это люди, которые, как говорят, у них аритмия. Они метеочувствительны. Вот эту метеочувствительность, оказывается, можно уменьшить. Исключить вот эти факты остросердечной недостаточности. Предупредить употреблять эти продукты. И третий, он животное вливал двойное количество крови, пытаясь создать модель гипертонии. И он, говорит, я удивился, я не мог. Даже при удвоении протока крови давление не менялось. За счет того, что у вас дилатация была, да. Расслабление сосудов, эластичность их выросла, снизилась вязкость крови. И оно помещается вот в этих сосудах даже двойное количество крови без повышения давления. А потом мы проводили одну исследовательскую работу в Первой Градской больнице с хирургами. Ну, облитерирующие атеросклероз сосудов конечности. Но это опасное заболевание, как правило, 5-6 лет, и формируется уже гангрена. И попытались мы с академиком Савельевым, профессором Яблоков, профессором Петухов. Они взяли что-то сделать в консервативном методе через питание. И оказалось, через 6 месяцев эластичность бедренной артерии, которая была, в общем-то, заполнена бляшками, уменьшить вот эти явления. Площадь поперечного сечения в этом муске увеличилась на 22%, эластичность сосуда на 19%, а средняя скорость кровотока увеличивалась на 100%. То есть это кумулятивный эффект очень высокий. То есть появляется возможность консервативным методом, не прибегая к хирургическим вмешательствам, помочь этим людям. Для того, чтобы сделать это антиоксидантные возможности, мы использовали набор различных антиоксидантов, которые дополнили ещё селена. Каждый компонент, который входит вот в этот продукт, обладает определённой активностью. Фосфолипиды, витамин Е и антиоксидантный силен. Каждый компонент выполняет свою функцию, но при этом он обладает способностью усиливать функцию и другого компонента. Когда мы посмотрели общую активность, антиоксидантную активность лата, то она оказалась в 56 раз сильнее, чем сумма антиоксидантности каждого из компонентов, из которых сформировались антиоксиданты. И, конечно, вот эта эффективность всё больше была и проявлена при исследовании. И мы, по сути, понимаем, что у нас появилась возможность иметь продукт, антиоксидантность которого настолько велика, что на каком-то этапе ко мне обратились Игорь Яковлевич Коня, это академик, институт питания. Он отвечал за здоровье беременных женщин. А к ним обратились в Центр гинекологии, акушерства, перинатологии, что у них болеют беременные женщины во втором триместре. И у них появилась болезнь по названию гистозы. И вот Игорь Яковлевич Коня пригласил Людмилу Евгеньевну, профессора Мурашко, с тем, чтобы она объяснила мне, что произошло у них и какую помощь они хотят получить от науки. И когда я услышал, что такое гистоза, это отечность, гипертония, протеинурия, три болезни, связанные в одном организме беременной женщины. То есть в первом триместре у них не было этой болезни. А в втором триместре вдруг появилась, а чем она чревата? Она чревата выкидышем. То есть это печальным завершением беременности. И вот понадобилась помощь им. И я тогда сказал, мне важно, делали ли вы хроматограммы жирно-кислотного состава, если делали в первом триместре, то принесите на каждую женщину эту хроматограмму. И принесите, что во втором триместре произошло, какие изменения. И тогда мы разработаем рекомендации. Мы рекомендацию разработали практически медленной цепочной жирной кислоты. Вот то, что в Айканоле есть, в Даканоле есть. Им порекомендовали по 2-3 грамма в день, в зависимости от массы тела, в течение месяца попринимать. И контролировали уже показатели уровень докозогексоеновой кислоты. Что получилось? В первом триместре уровень докозогексоеновой кислоты в плазме крови этих беременных женщин был на уровне 3,5%. А во втором триместре он снизился до 2,4%. И стало понятно, что барьер возможного или необходимого содержания докозогексоеновой кислоты был преодолён. И надо снова восстановить его. Когда мы подняли до 3,5% снова уровень докозогексоеновой кислоты за счёт введения в режим питания этих беременных женщин вот этих капсульных форм докозогексоеновой кислоты, всё пошло. Поэтому, когда я слышу о каких-то рекомендациях для женщин и для детей, для беременных, ну понятно, что становится. Потому что для женщин мы, скажем, устранили вот это нарушение уровня докозогексоеновой кислоты за один месяц. А на детях пришлось поддерживающие дозы продолжать до рождения крепких детишек. Все беременные женщины родили крепких детишек, и этот результат зафиксирован. Я вам оставлю ссылки очень важные, во-первых, на эти все препараты профессора Исаева. Под каждым препаратом, если подробнее там открыть информацию, под каждым, есть папочки. И в том числе там есть программы, они будут добавляться периодически по тем или иным проблемам. Но почитайте информацию про каждый препарат профессора Исаева. Их всего 10. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok